Друзья, всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на канале, собственно говоря. И сегодня, на мой взгляд, одна из самых гениальных моделей от всеми любимого бренда компании Seiko. Модель не нова, ей уже порядка 10 лет, но от этого она не утратила своей актуальности. Скажу даже более, наверное, своей винтажной стилистикой она получила второе дыхание и стала актуальна еще даже более, чем на момент своего выхода. И поставляется вся эта красота, как водится в незамысловатой картонной коробке. В комплекте вы можете найти мануал и гарантийную карту. Итак, знакомьтесь, герой нашего сегодняшнего обзора. Модель из семейства Seiko 5 под референсом SNX-S79. И, конечно же, в первые секунды знакомства невольно возникают ассоциации с моделью от компании Rolex Oyster. Но, познакомившись с часами более детально, эксплуатируя их порядка недели, я пришел к выводу, что это даже не совсем хамаш. Это такое глубокое переосмысление. Надо отдать должное очень популярной модели от компании Rolex. Конечно же, невольно хочется обвинить компанию Seiko в плагиате, так сказать, в копировании чужих идей. Но, друзья, я бы не спешил с выводами. Давайте с вами детально разберемся, что же из себя представляет эта очень харизматичная модель. Конечно же, на фоне тотального засилия фактически полных копий различных именитых брендов от китайских производителей, эти часы чуть ли не выглядят абсолютно самостоятельной моделью. Мне хотелось бы все-таки внести определенную ремарку. На мой субъективный взгляд, вы, конечно, можете с этим не согласиться. Точные копии часов нельзя называть хамашем, как хотите. Это все-таки копии. Хамаш – это некое переосмысление, некая интерпретация, естественно, на свой лад. Поэтому именно эти часы в большей степени соответствуют этому термину. Здесь есть ряд элементов, которые не имеют ничего общего с моделью, с которой они ассоциируются. Возьмем хотя бы корпус. На мой взгляд, он вообще не имеет абсолютно ничего общего с часами от компании Rolex, начиная от расположения заводной головки. Она максимально утоплена. Грани, сама компоновка, рант. С часами от компании Rolex этот корпус имеет мало общего. Давайте с вами пройдемся по размерам. 36,5 мм. По ушкам 41 мм. Ну и толщина 11,4 мм. Эта конструкция находится на браслете, который в максимальной своей точке, ну фактически 19 мм, имеет ширину. Как видите, книзу он сужается. Здесь уже у нас 15,5 мм. Исходя из габаритов корпуса данной модели, можно сказать, что есть ряд существенных ограничений, связанных с размером вашего запястья. И, наверное, я бы в другой ситуации, с другой моделью я сказал, что людям с запястьем больше 18, такие часы не подойдут. Но не тут-то было, друзья. Вы можете видеть сейчас в реальном времени, как смотрится эта модель на запястье 18,5 мм. Величина по ушкам небольшая и корпус негабаритный. Но они смотрятся абсолютно естественно, даже на таком немаленьком запястье. Ну а что касается посадки и эргономики, это вообще какое-то просто произведение искусства, поскольку за счет отсутствия фактически заводной головки они сидят максимально удобно. Вы их фактически не ощущаете. Это, по сути, наверное, одни из самых эргономичных часов, которые я когда-либо носил. Вот еще хотел бы сакцентировать ваше внимание на качестве отделки корпуса. И решил я вам показать, как выглядят отражения. Ну, вы можете видеть, что читаемое здесь стопроцентное. Конечно же, как ни крути, вот такие вот корпуса с полностью зеркальной полировкой, они подвержены буквально просто моментальному набору царапин. В этом есть свои минусы. Ну, тут, как говорится, красота требует жертв. С отделкой корпуса, друзья, вышла вообще какая-то парадоксальная ситуация, потому что в таком ценовом сегменте, в котором находится эта модель, но такого качества полировки я не встречал никогда. По ценообразованию, друзья, здесь важно отметить, что, в принципе, эти часы вы можете найти даже на каких-то дискаунтерах в России. Это может быть Ozone, Wildberries, вот на Яндекс.Маркете даже они представлены. В целом, найти эту модель можно незначительно дешевле. Я, как всегда, приобретал данную модель часов через платформу Joom и магазин Creation Watches. Здесь можете вот видеть стоимость в районе 13 тысяч рублей, если примените дополнительные промоходы, друзья, и это просто беспрецедентная стоимость для механических часов, да еще и от компании Seiko. Ну и, конечно же, потрясающая отделка корпуса. Должна иметь какую-то ложку дегтя, и она, слава богу, сосредоточена не в самом корпусе, и даже не в циферблате, а в браслете, друзья. И вот здесь, конечно же, очень спорная ситуация по нескольким причинам. Во-первых, как можете видеть, браслет полностью сатинированный, и как-то он не очень ложится на полностью полированный корпус. Можете видеть, что даже цветовая гамма очень сильно отличается. Второй момент, не менее неприятный, это то, что браслет у нас не литой. Это у нас штамповка. И нет, не поймите неправильно, браслет достаточно хорошего качества. Здесь прекрасная отделка, есть внутренняя даже отделка звеньев. В целом он выглядит более-менее прилично, но на руке ощущается очень легковесно. Во-первых, издает вот этот вот постоянный добежащий звук, и он слишком легкий. Даже вот с этим, казалось бы, компактным корпусом в часов он выглядит и ощущается слишком легковесно. Компания была вынуждена о чем-то экономить, и в принципе решение абсолютно правильное сэкономить на браслете, потому что это заменяемая деталь. Корпус единица постоянная, вы ее поменять не сможете, а с браслетом можно распрощаться в первые же минуты знакомства с данной моделью. На мой взгляд, сюда идеально подошел бы какой-либо Уэстер браслет, или, возможно, юбилейный браслет. Они смотрелись бы здесь максимально лаконично. И, конечно же, я непременно это сделаю. Скажу вам, что, в принципе, конечно, искать какие-то оригинальные версии браслетов смысла не имеет, но на Алиэкспресс огромное количество предложений. Судя по отзывам, там продаются прекрасные браслеты стоимостью в несколько тысяч рублей, которые, конечно же, по идее, должны прям радикально изменить внешний вид данной модели. Потому что, ну, будем откровенны, браслет – это самое слабое здесь звено. И вопрос даже не в его качестве, а вообще в целом, что он просто по стилю не подходит данной модели. Механизм фиксации часов – это примерно такое же дно, как и сам браслет. Это самая тонкая штамповка на часах, которую я вообще когда-либо видел. Она максимально, просто в кратчайшие сроки покрывается различными царапинами. Причем часы я эксплуатирую всего неделю. Ну, собственно, ничего другого ожидать было нельзя. То же самое касается Бакли. Ну, по поводу нее вообще отдельная тема. Она тоже такая же максимально тонкая, как и защелка. Но, друзья, отделка на ней очень высокого качества. Я думаю, что если вы будете менять браслет, я бы советовал бы ее все-таки снять и поставить на новый. Один немаловажный момент, о котором я хотел бы сказать. Дело в том, что здесь очень специфическая ширина браслета 19. Найти какие-то версии, я думаю, вам будет очень сложно. Потому что это, по сути, крайне редкие вещи. Найти их практически невозможно. Звенья, друзья, здесь съемные. Но, опять же, видите, конструкция какая. Здесь штифты, такие толстые куски металла. Разбираться будет он очень сложно. Слава богу, мне не пришлось это делать. Поскольку здесь, по большому счету, всю регулировку можно осуществить путем перемещения браслета на самой Бакли. Это, кстати, еще раз говорит о том, что на большое запястье они не пойдут. То есть, вот видите, 18.5 мне пришлось переставить фактически на два деления. То есть, если у вас запястье больше 19, я бы, наверное, все-таки с этим браслетом прощался бы сразу. И заказывал вместе с часами сразу себе какой-то более габаритный браслет. На этом минусы заканчиваются и начинаются сплошные плюсы. Здесь установлен один, наверное, из самых надежных и испробованных временем механизм от компании Seiko 7S26. Он, конечно, не лишен нюансов определенных. Самая большая его проблема, на мой взгляд, это отсутствие стоп-секунды и ручного завода. На самом деле, со всем этим можно жить. В особенности, если вы эксплуатируете часы на постоянной основе. У вас там не десятки их в коллекции. Если вы их не надеваете раз в месяц, проблем у вас не будет никаких. Раз завели, поставили время. И, по сути, любых манипуляций с этим механизмом вы забыли. Учитывая тот факт, что точность здесь по паспорту порядка 15-20 секунд. Но в реальности у меня лично эта модель ходит плюс 5 секунд в сутки. Подводить вы будете их не часто. Соответственно, какие-либо манипуляции. Вот этой крайней тоже неудобной заводной головкой. Конечно же, при эксплуатации она максимально комфортна. Поскольку не упирается вам в запястье. Что касается манипуляций, то здесь проблемно. Потому что, если у вас большие пальцы, телодвижение вынуть, задвинуть. Очень, на самом деле, неудобны. Но, опять же, повторюсь. Все это принципиально неудобно только в одном случае. Если вы носите эти часы от случая к случаю. Если они эксплуатируются на постоянной основе. Можете о всех этих нюансах забыть. В том числе и о запасе хода. Поскольку здесь он составляет порядка 40 часов. Это тоже, на самом деле, абсолютно не проблема. Если вы эксплуатируете часы каждый день. Относительно запаса хода. В целом, друзья, вообще хочется внести ремарку. Поскольку у меня в коллекции достаточно много моделей. И есть часы именно с запасом хода порядка 80 часов. То я столкнулся с ситуацией. Когда ты носишь часы буквально день-два. Потом их кладешь на полку. И они молотят еще несколько дней. Это по ощущениям. Как будто оставить заведенный автомобиль. И, собственно, уйти. И через несколько дней к нему вернуться. И снова начать его эксплуатировать. Сложностей. Что в ремонте. Что в обслуживании этого механизма. И вообще с его долговечностью. У вас не возникнет. И чуть не забыл, друзья, очень важную вещь. Не вздумайте в этих часах плавать. Водозащита всего 30 метров. Максимум это душ. И туда бы, наверное, я даже их не брал. Ну и переходим с вами к самой, наверное, важной части данного обзора. Это циферблат. И, собственно говоря, именно из него весь сыр Бора. Именно он наталкивает и ассоциирует эту модель прежде всего с часами от компании Rolex. И тут надо отдать должное небезосновательно. Поскольку его структура фактически в точности повторяет аналогичную в модели Western. И здесь, конечно, надо отдать должное компании Rolex. Потому что они создали, на мой взгляд, вообще один из самых идеально считываемых образов в части вообще визуализации механических часов. Это простота и лаконичность линий. Обратите внимание на эти сверх детализированные метки. Вы можете видеть, что они трехмерные, они накладные, имеют неплохую отделку. Никаких лишних элементов. Название бренда. Информация о том, что часы у нас автоматически имеют 21 камень. Есть также очень мелкая печать о том, что часы сделаны в Японии. И название механизма внизу циферблата. Ну и венчает все это окошко даты с днем недели. Которое находится в прекрасном, так, кантованном прямоугольнике. Видите, насколько качественно сделано. То есть, вот эта вот рамочка, она, конечно, ее отделка, точнее. Она сделана в стилистике самых меток. И не выглядит здесь абсолютно инородно. Я бы даже сказал, наверное, больше как-то вносит разнообразие в этот достаточно скромный дизайн. Стрелки, конечно же, тоже имеют фактически полное сходство с оригиналом. Единственное, конечно же, вот мне кажется, вот чуть-чуть, буквально совсем немного их нужно было сделать подлиннее. Причем все, начиная от часовой, минутной и заканчивая секундной стрелкой. Вот буквально на миллиметрах еще нужно было бы увеличить. Ну и главная фича в данном циферблате, это, конечно же, потрясающий эффект солнечных лучей. Честно сказать, опять же, вот здесь возникает какая-то двоякая ситуация. Не очень понятно, как компании удалось при таком скромном бюджете, при таком скромном прайсе, сделать настолько потрясающий циферблат. Дело в том, что детализация и уровень вот этих вот элементов, да, которые создают эффект солнечных лучей, они настолько микроскопические вот эти вот вкрапления, да, что на часах, опять же, этой ценовой диапазона найти какой-то аналог, найти подобное, вот чтобы можно было сравнить. Честно говоря, я такого не встречал. Обычно все это сделано гораздо грубее. Здесь эффект просто потрясающий. Вот вы можете видеть при отсутствии солнечного освещения, насколько, насколько просто потрясающая идет игра света на этом циферблате. Завораживающее зрелище, друзья, можно смотреть бесконечно. Эта модель часов перевернула все фактически мое мировоззрение. В части вот бюджетных часов я, честно говоря, думал, что уже ничего интересного в этом сегменте не найду никогда. На полном браслете вес данной модели часов составляет 90 грамм. Это фактически в два раза меньше, чем вот большинство часов, которые есть именно на остальных браслетах в моей коллекции. Двоякое впечатление, потому что, с одной стороны, это, конечно, очень удобно в течение дня, вот если вы часы носите на повседнев, вы их не будете ощущать, они не будут давить, вам где-то как-то неудобно сидеть. Это, безусловно, плюс. Но в то же время вот ощущается какая-то такая легковесность. Надеюсь, вот с приобретением нового браслета этот эффект уйдет. Компания Seiko известна своими минеральными стеклами под названием Hardlex. Это стекла, собственно, повышенной устойчивости к царапинам, повышенной устойчивости в целом к разбитию. Стекло недорогое, но, тем не менее, оно лучше, чем обычная стандартная минералка. Давайте проверим. Чудес здесь, естественно, нет. Ожидать сапфира здесь было бы глупо, опять же, учитывая их стоимость. Хотя, опять же, если посидеть на форумах, многие люди находят возможности ставить сюда сапфировое стекло. Я, честно говоря, особой необходимости в этом не вижу, поскольку практически все модели Seiko с такими стеклами, которые были у меня в коллекции, я, честно говоря, на них царапин не видел никогда. Да, может быть, конечно, мой конкретный случай не показатель, потому что я ношу часы максимально аккуратно. Стекла прекрасные, антиблик потрясающий здесь тоже, поэтому вопросов, честно говоря, к этому элементу у меня нет. Ну и, конечно же, друзья, Seiko была бы не Seiko, если бы не потрясающая люминофор. Вы можете видеть, насколько классно все это выглядит. Светится очень долго. Есть еще один нюанс, о котором я не упомянул, но который играет очень важную роль в восприятии данной модели часов. Все дело в том, что данная модель, по моим субъективным ассоциациям, уж очень сильно напоминает винтаж. Честно говоря, вот при первом познакомстве я бы сказал, что этим часам минимум 20 или 30 лет. Каким-то непостижимым для меня образом эти часы до сих пор вы можете приобрести в состоянии новых. Они продаются повсеместно. Компания Seiko, наверное, мне кажется, их произвела просто такое количество, что их хватит на несколько десятилетий еще вперед. Но это не уменьшает их ценность, друзья. Это как раз вот та ситуация, противоположная абсолютно философии компании Rolex. Когда основная ценность часов застегается благодаря дефициту, невозможности их приобрести. Да и вообще, в целом, на мой взгляд, Rolex это уже давно не часы, это, по сути, погоны. Здесь абсолютно противоположная философия, квинтэссенция масштабнейшего производства, возможности менеджмента предприятия, создать условия, при которых можно за столь небольшие деньги максимально качественно производить наручные механические часы с потрясающей надежностью, потрясающей качеством отделки. Ну да, с немного дешевым браслетом, но не без этого. Подводя итог, все-таки нужно, наверное, ответить на вопрос, что это копия, омажь или, может быть, собственная какая-то интерпретация известного дизайна. И здесь, наверное, все-таки я склоняюсь к последнему. Не возникает ощущения копирования слепого. Слишком разнятся самые главные элементы перепрочтения классики под японским восприятием окружающей действительности. Соотношение стоимости и качества, которое вы получаете. Вот это, мне кажется, приоритетная вещь. Абсолютно полностью мануфактурные часы. Эти часы однозначно останутся в моей коллекции. Надеюсь, был вам полезен. До встречи на канале, собственно говоря.